Видел, как чувак натирает салом патроны и приговаривает, что вот, мол, теперь мусульмане попадут в ад, благодаря такому апгрейду, интересно, он хоть понимает, что на стороне Украины тоже выйдут мусульмане. Кстати, я хотел бы отдельно по таким видеороликам сказать. Имейте в виду, среди украинцев там тоже найдутся не совсем адекватные люди, которые будут оскорблять религию, будут подобные вещи делать, или которые, например, имеют мнение, что какая разница, все они там наши враги, просто нас там ненавидят из националистических убеждений, или там из религиозных убеждений. Такие люди, какая-то часть небольшая, она среди них будет. И какие-то такие ролики, они будут просачиваться. На основании этого ни в коем случае нельзя делать вывод в целом о всех украинцах. Там достаточно самой Украине, достаточно граждан Украины, мусульман, особенно, большинство из них это крымские татары, есть и другие представители Кавказского народа, которые являются гражданами Украины. Они все являются мусульманами. И вопросы вот с такими какими-то отморозками, там есть кому эти вопросы решить. Там есть люди, которые донесут, исправят, поставят на место. Нам ни в коем случае нельзя поддаваться на подобные провокации. Имейте в виду, что да, такие люди среди них будут, но это меньшинство, это какие-то там единицы. Большинство людей, большинство украинцев, это абсолютно нормальные, адекватные люди. Прекрасно понимают, что пришедшие к ним на их территорию воевать с ними кадыровцы в рядах российской армии, это никакие не мусульмане, это российские солдаты. Какие они мусульмане? Как может мусульманин прийти в составе российской армии с российским шифроном на рукаве? Тем более кавказец, тем более чеченец, которого с этим шифроном эта армия убивала вот совсем недавно. Его отца, скорее всего, убила эта армия. Вы знаете, сколько среди вот тех, кто сегодня пришел в качестве российских солдат на территорию Украины, сколько среди них тех, чьи отцы были убиты этой российской армией? Чьи там братья, дедушки, дяди, тети были убиты этой армией? Сколько среди них таких? Поэтому их большинство понимает, что это вообще как бы бред. Какие патроны салом натирать? Что это такое? Но есть, к сожалению, вот эти вот единицы, но с ними там сами украинцы разберутся. Не переживайте по этому поводу. Нам не нужно даже на это реагировать, как-то на это отвечать. Там есть наши братья, которые ответят. Если надо, на место поставят, жестко скажут. Там есть, не переживайте. А при чем мы все россияне? Нас 140 миллионов человек и большинство против этой войны. Но из-за безумного деда теперь нас всех ненавидит весь мир и ставят наряду с фашистами. Я единственное не соглашусь с тобой, что большинство против. Если большинство против, то решайте вопрос. Если большинство было против, Путин никогда не пошел бы на этого авантюра. Если большинство против, покажите этому миру, что большинство против. Ничего себе. Если это большинство не может решить вопрос с этим чокнутым дедом, Вы ведь не находитесь в оккупации иностранного государства. Вы сами являетесь хозяевами самим себе. Решайте этот вопрос. А что касается весь мир ненавидит и так далее. Но это последствия, дорогой. Это последствия, конечно, будет. Как ты думал? Весь мир, поверь мне, понимает, что как бы и россияне в целом, среди них есть и хорошие, и плохие, что там не должны обычные люди нести ответственность. Это все понимают. Весь мир это понимает. Но также весь мир живет по таким правилам, что пуля, ракета, они не выбирают между хорошим и плохим. Когда начинается война, если она начнется, то там будут гибнуть и хорошие, и плохие. Поэтому надо решать. Надо сегодня тот момент, когда вы должны проявить эту свою гражданскую позицию. У вас, у всех ичхирийцев, странная такая грамотная речь, как будто вас где-то обучали, нас всех где-то обучали. Ты прав или права? Томсона, большинство это явно больше половины, а это более 70 миллионов человек, столько не может быть за. Ну, не знаю, Смирнов, не знаю, как тогда так получается, что большинство против, а война началась. Как такое может быть? Почему когда был конфликт за Карабах, весь мир не вопил и санкций не вводил? Потому что вопрос Карабаха не угрожал этому миру. Это был такой локальный конфликт. И всем было понятно, что дальше Карабаха он никуда не выйдет. Поэтому и, в принципе, мир был спокоен. А сегодня мир прекрасно понимает, что на Украине это не остановится. Поэтому мир не спокоен. Продолжение следует... Из-за этого герой Махилыр Цунах... Он говорит, что Ахмад Кадыров сказал, что нет войны. Он говорит, что ради того, чтобы люди больше не плакали, он пожертвовал то ли своей душой, то ли своей честью. В общем, не совсем понятно, что он опечатался. Он стал на колени перед Россией. Из-за этого ему дали героя. А вот сейчас что, говорит, происходит? Почему отправляют чеченцев на войну с Украиной и, соответственно, погибать туда? Если он против войны, чтобы не погибали чеченцы, если он, значит, сдался России, стал на колени перед Россией, то почему, говорит, сегодня уже в рядах России отправляют людей погибать в Украину? Ну, потому что это цена, друг мой. Это цена того предательства. На самом-то деле, я... Я как бы рад тому, что их туда отправляют. В каком смысле? Я бы... Не так, что я бы... Я бы хотел, чтобы их не было вообще в этих рядах, чтобы они были на правильной позиции, на правильных убеждениях. Но, учитывая, что они в рядах этой армии, я рад, что их туда отправляют. Потому что сейчас они ощутят на себе все последствия предательства. Что предательство, оно не всегда такое сладкое. Что не так это, что тебя... Ты предал тебе за это, тебя вознаградили, и ты теперь живешь в шоколаде. Потом тебя заставляют и дальше какие-то действия предпринимать, которые могут быть для тебя фатальными. В целом, это такая, знаете, справедливость. То, что сейчас их постигает, это справедливость. Вы, влившись в армию, в эти российские войска, российские силовые структуры, вы же издеваетесь над нами, и вы чувствуете себя хорошо. Вот сейчас за это, за все то, что вы над нами делали и делаете, сейчас Аллах вам мстит руками украинской армии. Субтитры создавал DimaTorzok